МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Звезда герою, родственникам погибшего на Украине гвардии капитана Алексея Курганова вручили высшую награду России. Фабрика фейков, как картинка из Рязани шестилетней давности, заполонила интернет. Поступью мастера, рязанский биатлонист Алексей Ардов готовится к покорению новых вершин. В знаменном зале Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова торжественной обстановке золотую звезду героя России вручили родственникам героически погибшего гвардии капитана Алексея Курганова. Командир разведывательной роты рязанского парашютно-десантного полка был смертельно ранен в марте этого года во время проведения спецоперации на Украине. Это одни из последних прижизненных кадров гвардии капитана ВДВ Алексея Курганова. Два года назад за выполнение задач в Сирийской Республике ему вручили медаль за заслуги перед Отечеством. Скромный, обаятельный, но с четким стержнем внутри. И тогда и сейчас он шел до конца. Полк всегда принимал везде участие. Специфика задачи полка очень большая, на разных направлениях, поэтому горжусь этим и рад, что служу этому полку. Рязанское училище ВДВ Алексей Курганов закончил в 2012 году. Дальше карьера шла только в рост. Был замком взвода, роты, а в 2020-м стал кум полка. Его смерть, конечно, стала большой трагедией не только для ВДВ. Это большое горе для всего Отечества. Мы это все прекрасно понимаем. И я вам заявляю, дорогие наши Кургановы, мы с вами. Конечно, вся Рязанская область разделяет сегодня эту горе вместе с вами. И теперь наш дом сделать так, чтобы память о нем, о нашем герое. Осталось на месте. По понятным причинам, обстоятельства гибели Алексея пока не подлежат разглашению. Но то, что этот подвиг был одним из важнейших на первом этапе спецоперации на Украине, к сомнению не подлежит. Завесу тайны в штабе немного приоткрыли. Он прикрыл отход своих подчиненных с важнейшими документами, которые они захватили. И, будучи раненым многократно, понимая, что ему надо выполнить боевую задачу, и прикрыть отход, он взял эту великую миссию на себя. Те, кто следят за ходом спецоперации с первого дня, помнят, где, когда и какие секретные документы удалось захватить нашим десантникам-разведчикам. И это действительно подвиг достойной звезды героя. Впрочем, как и вся карьера гвардии капитана Алексея Курганова. Сегодня он гордостью вооруженных сил России был, есть, таким и останется. Спецоперация на Украине идет своим чередом. Вот только противостоят нам не только на поле боя. В сети интернет украинские паблики во все разгоняют фейк о том, что российские войска якобы бомбят спальные районы Харькова. Вот только видео это, как говорится, честно украденные сети. И на них взрыв бытового газа в осеннем переулке Рязани в 2016 году. Видео прилета российской ракеты в Харькове. Момент попадания русского снаряда в жилой дом. С такими заголовками украинские интернет-ресурсы выложили в видео, на котором после яркой вспышки перед камерой что-то мельтешит. На данный момент охват новости около 700 тысяч. Вот только никакого отношения к 2022 году оно не имеет. Это 2016-й. Взрыв бытового газа в осеннем переулке Рязани в ночь на воскресенье 23 октября. У нас в архиве сюжет об этом инциденте тоже остался. Вот его отрывок. То самое видео в нем тоже есть. У меня дверь даже с петель снесло. На доводчике стояла дверь, ну то есть пластиковая. И хлопок, и прям снесло, оторвало. Вот я в этом доме живу. Все машины были как лепешки. Ну слышал только крики, ну не крики, разговоры людей громкие полночи. У меня соседей нет, понимаешь? Просто они вчера были, а сегодня нету. Взрыв прогремел в 4.36 утра по адресу 1-й осенний переулок, дом 4. В 4.44 на место трагедии прибыла аварийная служба газа и сотрудники МЧС. На данный момент официальная версия произошедшего – взрыв бытового газа. По прибытию аварийная служба в 4.52 отключила газоснабжение этого дома. И предприняла все меры по обнаружению в 50-метровой зоне утечек газа. Первый пострадавший был обнаружен через час после трагедии. На месте работали 212 сотрудников МЧС, 3 кинологические службы и 49 единиц техники. С помощью кинологических расчетов двух человек мы нашли живых. И трех человек, которые погибли на месте, тоже были обнаружены с помощью кинологических расчетов. В результате взрыва погибли 3 человека, 13 обратились за медпомощью, 5 из них госпитализированы. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. И вот такими фейками наполнил практически весь интернет. Если за дураков они держат свою аудиторию, степень доверия к ним – их личное дело. В общем, пользователи пусть решают сами. Мы же считаем, что выдавать Рязань за Харьков – абсурд и полная глупость. И верх бездарности. По горячему кровавому следу в Шиловском районе полицейские оперативно раскрыли кражу. Правда, улов был небольшой. Валерий Седов с подробностями. Пришли с утра и нет окна. Такую картину видели работники местного магазина в поселке Шилово. Стекло в дребезги и на подоконнике следы. Место преступления трогать не стали и сразу обратились в полицию. Прибывшие оперативники установили важную деталь. А разбитое стекло воришка порезал себе руку. Отсюда и кровавый след. Рано никак на планы злоумышленника не повлияло. Магазин он все же ограбил. Улов был небольшой – порядка 700 рублей. Поэтому в довесок ночной гость захватил с собой блок сигарет. Полицейские организовали объезд улиц поселка и вскоре заметили мужчину со следами крови на одежде. Прохожего остановили и выяснили, что этот 32-летний житель Шиловского района причастен к краже из магазина. Сельские детективы нашли налетчика по сигаретам. Точно такой же марки, как и похищенные. Это стало одной из зацепок. Мужчину допросили. Отпираться он не стал. По предварительной информации, мужчина рано утром возвращался домой после застолья с приятелями в состоянии алкогольного опьянения. И, проходя мимо магазина, ощутило желание закурить. Злоумышленник разбил окно и забрался в торговый зал. При этом он порезал руку. Кровь капала на пол. В кассе он обнаружил только 700 рублей. Забрав деньги и блок сигарет, мужчина выбрался на улицу и отправился домой. Но был оперативно задержан полицейскими. Совершил кражу. Я прошел в улице Евпатикамрата, 24. Совершил похищение денежных средств и сигарет. Из магазина. Саин раскаивался. Мужчина ранее уже судим. Причем за похожие эпизоды и хищение. Правда, сейчас статья немного другая. 158-я, часть 2-я. Кража. Теперь ему грозит лишение свободы сроком на 5 лет. Зам. предправительства Рязанской области Дмитрий Филиппов и руководитель ведомств его блока публично отчитались о работе за 2021 год. Такие публичные отчеты проходят уже в третий раз, как показала практика. Они актуальны среди жителей Рязанской области. В прошлом году общее количество просмотров выступления чиновников достигло 300 тысяч. Практика публичных отчетов от чиновников пока с небольшой историей всего трехлетней, но отклик у рязанцев у него прямо зашкаливает. Действительно, если есть о чем рассказать, надо это делать. Правда, важнее риторики. Это теперь можно считать официальной позицией рязанских властей. Проект показывает действительно свою народную составляющую. То есть это уже сотни тысяч просмотров, десятки тысяч комментариев и сотни решенных проблем рязанцев. В своем недавнем отчете перед областной думой Николай Любимов очень четко определил реформирование системы государственного управления, где он обозначил в приоритете сервисность, удобство, комфорт и благополучие рязанцев. Цифры и статистика вроде как главные показатели успешности в той или иной отрасли. Но за ними всегда можно спрятать любые оплошности. Живой контакт все же важней. И в этом смысле вопросы от губернатора, которые никто не анонсировал заранее, представляли интерес чисто технический. Готовы ли чиновники к открытому диалогу? О чем просить хочу? Как и в прошлый раз, конструктивно. Не что-то такое аморфное, да, а вот по делу, конкретный вопрос, конкретный ответ. Если вдруг его у нас не найдется, не обессудьте, но мы обязательно вернемся, потому что иногда решение вот сиюминутно невозможно. Все равно потребуется время. Первым под прицел телекамер и комментаторов в сети вышел министр природопользования региона Александр Новиков. Помимо, собственно, сухих цифр отчета, накал вопросов шел по нарастающей. От несанкционированных свалок до качества воздуха. Вопрос от губернатора об использовании научного потенциала вузов по работе с экологией показалось, врасплох не застал. Самой бронебойной выглядела позиция министра сельского хозяйства. Здесь пока трудно к чему придраться. За всю историю земледелия мы все-таки получили рекордный валовый сбор в 421 тысячу тонну. И за последние пять лет, если на динамику посмотреть, видите на слайде, производство масштабных выросло более чем в два с половиной раза. На вопрос от губернатора о повышении надоев зампред Дмитрий Филиппов ответил за подчиненного. Подробная схема геномной оценки стада в совхозе «Рассвет» и выделение эмбриончиков дополнительных вопросов не вызвало. Возможно, они появятся в следующий раз. Снег давно уже сошел, но тренировки лыжников и биатлонистов в самом разгаре. Ведь весна и лето у профессиональных спортсменов время основной работы. Именно сейчас они закладывают фундамент успешности соревновательного сезона. И тот, кто желает добиться результата, выходит на тренировку в любую погоду. О такой погоде, как сегодня, принято говорить, что хороший хозяин собаку не выгонит. Но дождь – не повод отменять тренировку. По тренировочному плану – кросс, дальше зал. И так каждый день, как на работу. Хотя для Алексея Адрова это и есть работа. Помимо учебы в университете, службы в армии, в жизни 22-летнего парня есть еще настоящее призвание – спорт. Впервые на лыжи Алексей встал, когда ему было 4. Тогда в рамках «Лыжни России» он стал самым юным участником. Это исторические кадры из 2005-го. Спустя несколько лет, в 2011-м, лыжи постепенно займут большую часть времени мальчика. А вот винтовка и биатлон прочно вошли в судьбу Алексея в 2015-м. И сложности на пути были. Не сразу у спортсмена заладилось со стрельбой. Биатлону надо как-то созреть, потому что, ну что такое стрельба? Она все в голове у спортсмена. Ты можешь на всех тренировках стрелять ноль, а выходить на соревнования, выходить на старт, и ты просто не попадаешь. Такое бывает. Чтобы такое бывало как можно реже, подход к тренировочному процессу почти научный. Скажем, в прошедшем сезоне пришлось перекраивать подход к тренировкам и условия подготовки прямо в разгар соревнований. Как результат, в конце сезона Алексей собрал волю в кулак. На первенстве России в Увате, которая проходила в два этапа, рязанец занял 13-е место в спринте и 22-е в гонке-преследовании. Дальше был Ханты-Мансийск. В Ханты-Мансийске я тоже, находясь в отпуске, не выдержал. Полетел просто туда посмотреть. Ну вот там вот сложилось такое удачное выступление. В индивидуальной гонке два штрафа было. На третьем, на четвертом рубеже по одному промаху он допустил. Сначала шел, боролся за топ-3, боролся за подиум. Но вот в конце, на последнем круге немножко не хватило. Четвертое место, попадание в цветы, попадание в цветочную церемонию. И норматив мастера спорта. Закрепился в резерве сборной команды страны. Мы видели списки. Это, опять же, ничего абсолютно не меняет. Но я продолжаю все так же тренироваться со своим тренером. Ну, мотивирует, скорее всего, недоброжелатели. Люди, которые говорят, вот ты ничего не добьешься. Наверное, такие. Ну, естественно, люди, которые за тебя радуются, которые за тебя поддерживают. И прямо сейчас самое время ставить новые цели. Активное лето начнется для спортсменов спортшколы «Алмаз», в том числе и для Алексея, с работы на комплексе. Инфраструктура позволяет выполнять 90% необходимой работы. Дальше сборы. Традиционно Кисловодско-оздоровительное. В июле Раубич или Рыбинск. В августе Пермский край. И Высокогорье. Сочи. Олимпийская трасса «Лаура». Дальше участие в летнем чемпионате России по биатлону. В октябре ранняя вкатка в лыжном тоннеле в Петербурге. И новый соревновательный сезон, который покажет, как поработали рязанские биатлонисты. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Партнер программы «День города» выставка «Свежие рыбы и икры». Самые вкусные, а главное, свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. Еще больше новостей на нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин